МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За свою недолгую карьеру Лейсан Утяшева собрала превосходную коллекцию медалей высшей пробы. Наделенной от природы невероятной гибкостью, Лейсан побеждала на чемпионате и Кубке мира, а первенство Европы выигрывала целых шесть раз. Она бесконечно была талантливая гимнастка. Я даже не могу сравнить ее ни с кем. И фигура, и лицо, и данные потрясающие. И ее именно желание быть наверху. Но главной медали олимпийской в коллекции Лейсан, к сожалению, нет. В 2002 году девушка получила травму. Позже оказалось, что Лейсан продолжала участвовать в соревнованиях с переломом костей стопы. Она смогла вернуться в спорт. В 2004 году вновь стала чемпионкой Европы и очень надеялась подняться на пьедестал на играх в Пекине. Но из-за травмы все же вынуждена была завершить карьеру. Но и расставшись со спортом, Лейсан Утяшева остается звездой. Она уже проявила себя как успешная телеведущая, танцовщица и даже писательница. Как человек замечательная, сейчас уже мама замечательная. Человек, который все делал правильно. Конечно, такими людьми нужно гордиться. Оксана Костина тоже мечтала об олимпийской победе. Но ей помешала не травма, а политика. Оксана должна была представлять Советский Союз на играх 1992 года в Барселоне. Но в 1991-м СССР распался, и на игры отправилась команда Содружества независимых государств – СНГ. Их представители долго и отчаянно спорили, спортсмены из каких вновь появившихся стран войдут в олимпийскую команду. В итоге Оксане не хватило одного единственного голоса в последнем и решающем голосовании. Девочка, которая не попала на Олимпийские игры в Барселону, но она показала суть художественной гимнастики в самом лучшем ее проявлении на то время. И заняла первое место во всех видах программы на чемпионате мира. Осенью того же года Оксана доказала, что является истинной королевой художественной гимнастики. Она стала абсолютной чемпионкой мира, выиграв сразу пять золотых медалей в отдельных упражнениях. В конце 1992-го Оксана приняла решение завершить спортивную карьеру, но продолжить показательные выступления. Ее туры по Франции и Японии прошли с феноменальным успехом. Казалось, ее ждет замечательное артистическое будущее. Но 11 февраля 1993 года Оксана Костина погибла в автокатастрофе в Подмосковье. Ей не исполнилось и 21 года. Для меня это человек – искусство. Она танцевала, она показывала целую историю в своем упражнении. На нее хочется смотреть. Хоть каждый день смотри видео и наслаждайся, никогда не надоест. Восьмое место. Первую и последнюю олимпийскую золотую медаль советской художественной гимнастики принесла Марина Лобач. На Олимпиаде 1988 года в Сеуле развернулась упорная борьба между гимнастками из СССР и их главными конкурентками – девушками из Болгарии. Марина Лобач в самое сложное время, когда, в общем, выигрывала Болгарию в соревнованиях, она на первых олимпийских играх, которые проходили в полном составе, выиграла золотую медаль. В результате Марина Лобач опередила в индивидуальном первенстве болгарскую гимнастку Адриану Дунавску всего лишь на сотые доли балла. Потрясающая грация, потрясающая техника у него была. Все смотрели, такие вещи, конечно, не делал никто. Олимпийское золото Сеулов оказалось последним для СССР вовсе не потому, что потом этот вид спорта пришел в упадок. В упадок, увы, пришла сама страна. А Марина Лобач сейчас живет в родной Беларуси и успешно работает тренером. Еще одна легенда российской художественной гимнастики Ирина Чащина. Ей не покорилась первая ступень Олимпийского пьедестала, но она очень много сделала для своего вида спорта. Когда только я пошла на художественную гимнастику, я пошла благодаря ей, увидев ее по телевизору, когда она выступала с Алиной Кабаевой на гран-при в Москве. Тогда я просто влюбилась в нее, все вырезки в моих дневниках, журналах были только с ней. Коньком Ирины Чащиной был не столько артистизм, сколько безукоризненная техника. Художественную гимнастику и по сей день принято помещать где-то между спортом и искусством. Если так, то Ирина Чащина, безусловно, одна из самых выдающихся спортсменок в истории художественной гимнастики. Она была не особо выразительной в смысле том, о котором мы говорим, чтобы улыбаться, где-то заигрывать с публикой. Нет. Она была очень четкая, жесткая, можно даже сказать, в своих движениях. Но ее элементы или ее внутренняя сила давали такую возможность и такую энергетику для людей, что она была очень любима. Шестое место. Елена Посевина дебютировала в индивидуальных соревнованиях, к чему располагало очень многое, включая превосходные внешние данные спортсменки. И стоит отдать должное в разорливости тренеров, которые вовремя переориентировали девушку на групповые упражнения. Елечка Посевина очень нежная, очень красивая гимнастка, которая вначале начала тренироваться в индивидуальной программе, но потом решили, что она больше сделает в групповом упражнении. И были правы. Именно в групповых упражнениях Елена Посевина стала двукратной олимпийской чемпионкой, победив в Афинах и Пекине. При этом в промежутке между Олимпиадами Елена перенесла тяжелую травму. Часть кости стопы ей заменили титановым имплантом. И накануне финального выступления в Пекине она буквально не могла встать с постели от боли. Но Посевина нашла в себе силы не только подняться, но и выйти на ковер. И принести нашей стране олимпийское золото. Она двукратная олимпийская чемпионка по групповому упражнению. И что в нашем виде спорта это огромная редкость, потому что попасть на одни олимпийские игры, а тем более их выиграть, это огромнейший труд. А чтобы стать двукратной олимпийской чемпионкой, это еще сложнее. Пятое место. Наталья Лаврова вошла в историю художественной гимнастики двумя выдающимися достижениями. Она стала первой двукратной олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях, на играх в Сиднее и Афинах. А кроме того, свое первое олимпийское золото она завоевала, когда ей было всего 16 лет. Наташа Лаврова, Алена Посевина и Анастасия Близнюк. Это единственные три девочки за всю историю художественной гимнастики, которые выигрывали два раза олимпийские игры. Я тоже прошла две олимпиады. Это тяжело, это непросто, и поэтому это великие гимнастки. Наталья Лаврова могла и должна была стать и выдающимся тренером, но судьба распорядилась иначе. 23 апреля 2010 года 25-летняя спортсменка погибла в страшной автокатастрофе неподалеку от родного города Пензы. Наталья Лаврова, двухкратная олимпийская чемпионка. Конечно, да, у нас таких мало. Очень жалко, что так получилось. Замечательным была тренером, замечательным человеком. Четвертое место. Безусловным номером один российской художественной гимнастики на Олимпиаде 2000-го в Сиднее была Алина Кабаева. Но Алину подвел предательски выскочивший из рук обруч. Россия рисковала остаться без олимпийского золота. И тут на авансцену вышла вечно вторая Юлия Фарсукова. Она была 24-я на чемпионате России. И я даже не думала, что она когда-нибудь может попасть ко мне в группу и стать тем более олимпийской чемпионкой. Но эта девочка настолько была целеустремлена. Юлия выполнила свои упражнения безукоризненно, доказав всем, что приехала в Сиднее не туристкой. И подарила России первое в истории олимпийское золото в личном многоборье. Конечно, тогда, когда мы смотрели, все у нас болели за Алину Кабаеву. Все думали, что она станет олимпийской чемпионкой. Но никто не думал, что именно Юлия Барсукова станет олимпийской чемпионкой, причем первой. До сих пор помню ее упражнения в Сиднее с мячом, с замиранием сердца. Мы все смотрели на него, болели, переживали. Третье место. Третью строчку делят Анастасия Близнюк и Яна Кудрявцева. Анастасия первенствовала в составе российской команды в групповом многоборье на Олимпиаде в Лондоне. После этого результаты пошли на спад. Но не из-за звездной болезни, а из-за болезни почек. Они отказали в 2014 году, и Анастасия Близнюк была на пороге смерти. Она выжила и стала работать тренером. Она начала потихоньку тренироваться. И попала, опробовала я ее в основной состав. Было очень много тяжелых, очень много сомнений у всей России, и у меня тоже, и у врачей, которые не представляли, что она может после такого тяжелого состояния снова встать. Но произошло чудо. Она встала в команду и стала двукратной олимпийской чемпионкой. Случилось то, во что не верил никто. Анастасия Близнюк победила болезнь. И в 2016 году в Рио-де-Жанейро выиграла свое второе олимпийское золото в групповых упражнениях. Она доказала себе и другим, что не бывает ничего невозможного. А Яна Кудрявцева прославилась как самая юная в истории абсолютная чемпионка мира. Этот титул она завоевала в 15 лет. Таких, как Яна, гимнасток в мире, как мне кажется, просто нет. В ней сложилось просто абсолютно все. И данные, и внешность, и упорство, и характер чемпионский. Всего же в активе Яны 13 золотых медалей чемпионатов мира плюс серебро Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Удивительная девочка, ангел, ее называли состальными крыльями. Конечно, она была первым номером сборной, но так получилось, что на Олимпиаде она заняла второе место. Ну, это очень большой результат тоже. Второе место. Тесно и на второй позиции нашего рейтинга. Здесь расположились Маргарита Мамун и Евгения Канаева. Маргарита – действующая олимпийская чемпионка, сумевшая опередить в Рио-де-Жанейро Яну Кудрявцеву. Четыре года она проигрывала Кудрявцевой, четыре года она была вторая. И уже думали, что ее участь такая же, как у Чащины Кабаевой, быть второй. Но на Олимпийских играх она сумела стать олимпийской чемпионкой достойно, здорово, блестяще. Маргарита Мамун, прозванная бенгальской тигрицей, в ее жилах и правда течет бенгальская кровь, безоговорочная любимица болельщиков. Даже футбольных. И к этому вряд ли что-то можно добавить. О себе я разговаривать не очень люблю, потому что я не вижу себя со стороны. И даже если вижу, у меня появляется множество недостатков. А Евгения Канаева первая и пока единственная в истории двукратная олимпийская чемпионка в многоборье. Более правоспособную и более скромную гимнастку я в своей жизни не видела. Она трудилась беззаветно. И даже я иногда ее просила выйти, было уже невозможно смотреть на как долго и упорно она отрабатывала уже отработанные вещи. Но она продолжала работать. Евгении не было равных на Олимпиадах 2008 и 2012 годов. И какие великие чемпионки не появились бы в будущем? Имя Евгении Канаевой навечно вписано золотыми буквами в историю этого вида спорта. Евгения Канаева является тоже одним из моих кумиров. Когда я приехала в Новогорск и попала в сборную команду России, мне повезло смотреть, как она тренируется, как преодолевает себя. И это был огромнейший опыт. Первое место. И, наконец, лидер нашей десятки, чье имя уже наверняка угадали все, кто хотя бы понаслышке знаком с художественной гимнастикой. Алина Кабаева. Когда появилась Алина, появились новые элементы, появились новые программы, появилось то, что заставляло зрителей, вне зависимости от их положения, от их возраста, и маленьких детей, и взрослых, и политических деятелей, и артистов, все бежали на соревнования и смотрели на Алину Кабаеву. С Алиной Кабаевой связано становление художественной гимнастики на высочайшем уровне. И дело не только в олимпийском золоте, которое Алина все же добыла. Алина Кабаева стала символом самой художественной гимнастики. И как нельзя представить футбол без пилей и марадоны, а хоккей без Харламова и Грецки, так и современная художественная гимнастика просто невозможна без Алины Кабаевой. Да, Алина Кабаева, наверное, это первая гимнастка, которая привнесла что-то новое в художественную гимнастику, перевела ее, можно сказать, на новый уровень. Без нее, наверное, сейчас не было того, что происходит сейчас в художественной гимнастике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова